Здравствуйте! В данном видео я вам расскажу, как сбросить пароль пользователя на Windows без потери данных. Этот способ подойдет, если вы забыли пароль, приобрели ноутбук с паролем, и вы не хотите переустанавливать Windows. При этом у вас есть много свободного времени и нет возможности и желания использовать загрузочные диски и флешки. Способ подходит только для авторизации по логину и паролю. Для авторизации через домик данный способ не подходит. Обратите внимание на рабочий стол. На нем находится файл. Показываю для того, чтобы убедиться, что ничего не пропадет. При появлении анимации загрузки принудительно перезагружаю компьютер. Сделать это можно кнопкой перезагрузки, либо при ее отсутствии удержания кнопки выключения в течение нескольких секунд. После этого заново включаем. Появляется окно с выбором запуск средств восстановления или обычная загрузка. Выбираем восстановление. В окне хотите восстановить компьютер с помощью средств восстановления Windows выбрать отмена. Процедура восстановления запуска может выполняться от нескольких минут до нескольких часов. Когда восстановление запуска завершится, оно предложит послать информацию об этой проблеме или не отправлять. Выбираем стрелочку вниз показать подробности проблемы. Проматываем самый вниз и нажимаем по ссылке на текст документа. Также я видел информацию о том, что ссылка может отсутствовать. Для проверки я установил все обновления до 5 января 2019 года и ничего не изменилось. Ссылка присутствует. Открывается окно блокнота. Переходим в меню файл открыть. Ищем диск, на котором содержится папка Windows и Program Files, то есть ваш диск C. Открываем папку Windows, переходим в папку SUSTAM32, выпадающим в списке тип файлов, выбираем все файлы. Ищем файл set.hc И переименовываем его на ваш выбор. Либо удаляем, но не советуем. Далее ищем файл cmd. Создаем его копию, например, с помощью меню правой кнопки мыши копировать, вставить. Переименовываем в файл cmd.copy в set.hc Если при переименовании он еще с или имя не изменилось, просто обновите данные. Закрываем все окна. Компьютер перезагружается. На экране входа в систему нажимаем 5 раз клавишу SHIFT и запускается окно командной строки. Вводим команду net.hc пробел, юзер имя пользователя. Если имя пользователя содержит пробел, то вводим в кавычках. Пробел, звездочка. Нажимаем enter три раза. Закрываем от окна командной строки и нажимаем вход. Обратите внимание, все файлы остались на своем месте. Спасибо за просмотр. До свидания. Закрываем от окна командной строки и нажимаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...